Здравствуйте, уважаемые зрители, дамы и господа! Дом культуры на 49-м приветствует вас! Мы открываем сегодняшнюю рублику встречей с молодым, симпатичным, талантливым, ну, в крайнем случае, способным артистам театра «Глобус», который только что вернулся из Москвы с гастролей, который представлял театр свой, в котором он работает, «Глобус», пьесы «Пианисты» на «Золотой маске», Константин Симонов. Слушайте, самое главное, что это первое его в жизни телевизионное интервью. Именно Дома культуры на 49-м. Чувствуете, да? Вот так. Кость, вы только что вернулись из Москвы, были в рамках фестиваля «Золотая маска», вы номинант, ну, не вы лично номинант, а спектакль, который вы представляете, пианисты, да? Что это такое? Что за событие, которое вы вот вверглись? Ну, знаете, это, мне кажется, нам очень повезло. Это самое главное, что за этим, мне кажется, стоит любовь зрителя больше, что... К спектаклю? К театру? Да, да, что на самом деле был такой страх, как на это отреагирует наш новосибирский зритель, потому что, мне кажется, это довольно непривычная форма спектакля. Но мы нашли своего зрителя, и это здорово, то есть, благодарного зрителя, абсолютно из разных сфер, то есть, это не обязательно музыканты, это бывают люди, которые любят классический театр, которые любят... Ну, никогда такой театр не видели, и им это нравится, и это здорово. Ну, то есть... А что за театр? Что за жанр? На малой сцене вы ведь играете этот спектакль, да? Это на малой сцене, да, идет спектакль. Театр и глобус, я имею в виду. Да, да, да. Жанр... Слушайте. Слушаю. И смотрю. Внимательнее, да. Я... Ну, мне тяжело обозначить жанр. Мы задавались эти вопросы. А что, это комедия, трагедия? Нет, нет, это, наверное, психологическая драма, ближе к психологической драме. Но вы ведь там и поете, по-моему, да? Слушайте, вокалист. Это вокалист, это не назвать пением, потому что там нет слов. То есть, у нас не звучит никакая классическая музыка. Понятно. Как ни странно. То есть, многие люди удивляются, приходят на пианистов, не звучит... И никто не играет на... Нет. А что поете? Какую музыку? Роман Столлер написал... Современный композитор? Да, он уже не первый раз пишет музыку к нашему спектаклю. Вот. Замечательный, замечательный композитор. Вот. Он написал, скажем так, саундтрек к нашему спектаклю. Я считаю, очень прекрасный саундтрек, который по-настоящему вводит в транс, в хорошем смысле этого слова. Что и требуется, наверное, я бы сказал. Хорошо. Вы играли в Театр и нации в Москве. Там ведь сцена несколько отличается от вашей малой сцены, да? Да, знаете, был... Был какой-то вот этот порог входа, волнения? Это был самый большой страх, когда мы туда ехали, как это будет. Декорации как бы идут. Декорация, но она какая есть, она... Ну, ничего себе. Тут 10 человек, которая выехала, а обслуживание 20. Ну, это заранее же как-то люди туда ездят, смотрят, планируют, поместятся декорации, не поместятся. И вот вы в Москве? И вот мы в Москве. Вот мы заходим на малую сцену и понимаем, что не так сильно-то все и отличается. На самом деле, единственное отличие было, наверное, акустика. Акустика... По-другому? Она была по-другому, она более глухая, и приходилось немножечко подстраиваться под эту акустику и говорить. Но вы с микрофонами, с подзвучкой? Нет, нет, нет. Живой звук, да? Да, да, да. Аутентичный, да? Самое интересное было, что когда мы репетировали, нам себя плохо было слышно. Вот когда уже репетировали... Да, у нас был прогон, но мы репетируем. И понимаем, что мы друг друга не слышим, даже сами себя, кажется... То есть, находясь на сцене даже. Да, какой-то гулкий звук. Мы спрашиваем Бориса Дмитриевича, режиссера. Постановщика. Да, Павловича. Как, а как в зале? Он говорит, в зале все прекрасно слышно. То есть, такой продокс, что звук просто не отражается, видимо. И до нас не... Ну, мы потом привыкли, все было... Мне кажется, прошло все очень хорошо. Там зал немножечко глубже, чуть выше. Но, что классно, то, что, мне кажется, пространство и энергия этого театра нас приняла. Это было очень благодарно. Потому что я стоял... Я... Когда начинается спектакль, ребята выходят с одной стороны все, а я выхожу с другой. Я выхожу прямо из-за кулис. Ребята из прохода. То есть, откуда приходит зритель. Вот. Я стою один. Я нервничаю всегда. Ну, то есть, это всегда... Особенно, когда ты стоишь один. Ну, да, поддержки нет, коллектива нет. Ты как будто бы сейчас вот со мной... Ну, и это очень волнительно. Нервно. Да. Ну, на самом деле, мне кажется, волнение такая энергия, которая тебе, знаете, приходит энергию. Ее нужно в правильное русло просто направить. Но получается? Ну, когда как. Знаете, иногда нет. Ну, я... Меня в этот раз успокаила мысль. То есть, не успокаивало, а как-то концентрировало то, что я говорил себе. Я сейчас на сцене Театра наций. Да. Боже мой, это такая... Это честь. То есть, я на сцене Театра наций играю в спектакль, где в прекрасном спектакле у прекрасного режиссера с прекрасными коллегами, где у меня главная роль. И это такая честь. И мне почему-то это так... Как бы успокойся, все будет хорошо. Ты уже, ну, ты уже здесь. И просто сделай то, что ты... То, что будет, то и будет. В общем, ну, как-то это срабатывало. Просто в этом театре есть магия какая-то, правда. То есть, мы первый раз спектакль играли не на своей площадке. Это, безусловно, это... Ну, да. Это историческая сцена Театра Корфа, где сейчас Театр наций, как говорит Евгений Миронов. Кстати, директор театра, как раз исполнительный директор Золотой маски. У вас там было, по-моему, два спектакля, и что-то необычное было в показах. Непростой зритель был на одном из спектаклей. Кто это? Люди. На первом спектакле мы играли для жюри. Профессионно, да? Да, для жюри и зрителя. Как жюри воспринимали? Слушайте, я не знаю. Ну, трудно сказать. Ну, воспринимали. Да, но знаете, отклик зала был. Был. Обратная связь? Очень. Особенно первый спектакль. Это было какое-то такое даже немножечко удивление в плане, ну, как это все будет. Так же, как в Новосибирске, какие акценты были? Вот как вы почувствовали, что зрительный зал другой? Мы играли два спектакля, и они были абсолютно разные. Даже с точки зрения. Оба эти даже спектакли, да? То есть один на другой отличались друг от друга. Зрительный, потому что зритель в нашем спектакле, он очень важен. То есть это не актеры, которые выходят, как обычно приняты четвертая стена, у нас ее нет. Но не только ей... У вас открытый принцип открытого театра. Да, у нас не только то, что ее нет, что мы смотрим в зал, нет. А мы, зрители, они тоже как артисты. Повлекаете. Да. Но это всегда, конечно, тяжело с самого начала, потому что зрителям нужно привыкнуть... Иммерсивный театр, есть такое понятие, когда включается. Да, и мы вместе с зрителем проживаем этот спектакль, выясняем вопросы, которые ставятся в этом спектакле. Очень интересно. И все-таки вот второй спектакль, вот там, где была, по-моему, другая аудитория, она даже на другом языке разговаривала. Да, на втором спектакле были... Кто эти люди? Эти люди, они были, ну, как бы сказали москвичи, понаехавшие. Ну, то есть это иностранное импрессарио, менеджеры. Мы тоже были второй день, и мы тоже могли это говорить. Привыки немножко, да? Да, мы тоже были москвичами. Понаехали какие-то там... Иностранцы. Да, иностранцы. Они, по-моему, кстати, с переводом, да? Они были, у них были наушники, в которые им поступал перевод нашего спектакля. Самое интересное, что мы могли слышать и наблюдать этот перевод за кулисами. Сидели две очень интересные женщины. Английские, русские? Синхронистки по-английски. По-английски, обе. Да, и я сам не мог их увидеть онлайн, так скажем. Ага, но услышали. Нет, потому что я на сцене все время, и я просто, ну, я не мог видеть. Но мне ребята рассказывали и сняли видео, как они вот это все переводят. И это очень интересно, потому что они не просто тексты. Такой театр в театре, да? Да, они не просто тексты. Эмоции, эмоции. Они играют, интонируют. Такой акцент красивый. Это просто здорово, мне кажется. А что за аудитория все-таки? Для кого переводили? Это зарубежная публика, которая... Ой, слушайте, я не сведущий в этом вопросе. Ну, тем не менее. Там зарубежная публика, которая... Они являются вроде как организаторами какого-то фестиваля, чтобы можно было наш спектакль вывести за рубеж. То есть показать это зарубежной публике. Вот. Ну вот. А остальное я не знаю, мое дело другое. Вы знаете, я как бы просто... Да, сейчас могу только придумать, что это за люди, кто это. Там венгры были. Да-да-да. Ну, я понял, что были какие-то иностранные импрессарио. Менеджеры, продюсеры. Мне кажется, видимо, они были и на первом спектакле. Даже на первом был спектакль, потому что вот эти две роскошные женщины-сихронистки, они переводили еще и на первом спектакле. Ну, женщины понравились, я понял. Ну, они потрясающие, правда. А что в Москве еще? На что обратили внимание? За кулисами театра или, может быть, вне театра? Вы часто бываете в Москве? Да, я в Москве уже не первый раз. Я туда ездил и с алыми парусами тоже на Москву. Это музыкальное, мюзи-допортическое. Да-да-да, и с крейцеровой сонатой. Вот, это был 15-й год, кажется. Вроде да. Да и у меня там друзья есть, однокурсники, которые работают в театрах. Понятно. Вот, поэтому для меня это как бы не было каким-то... А скажите, пожалуйста, вот сейчас год театра, 2019-й. Как-то вот это событие года театра, оно стимулирует вас как театрального актера, ведущего театра «Глобус»? Есть вот этот фон «Год театра» там и так далее, и так далее. Что-то ощущаете вы? Особое состояние, может быть, у вас? Как вы сказали, какого актера? Ведущего? Что? Нет? Не ведущий? Ведомый? Ведомый. Ну, потому что есть режиссер, и все равно так говорят, Константин Симонов. Да. На сцену? Ну, наверное. Вот. А у вас много ролей в театре? Ну, слушайте, у нас очень широкий репертуар и очень много массовых спектаклей. То есть, названий у меня много, у меня 19 названий. А главных ролей сколько? Ну, давайте считать. Половина? Нет. Больше? Меньше, наверное. 36? Ну, две с половиной, давайте. Удовлетворены тем, что происходит в театре? Насколько вас занимают сегодня? Насколько реализуют или раскрывают вас как артиста в театре? Я думаю, да, в последнее время как-то такое происходит, что у меня начинается какой-то новый этап, наверное. Это началось, на самом деле, после пианистов. Вот это спектакль не просто хороший спектакль, где у меня главная роль, это моя первая, наверное, серьезная главная роль в театре. Но это еще и какая-то нечеловеческая история, потому что она очень попадает в меня. Наверное, это и работает в первую очередь. Созвучно изнутри, да? Очень, очень. Знаете, я верю в такую вещь, как все не просто так происходит. В жизни? Да, и в жизни, да и везде. А у вас же там два героя. Значит, вы одну главную роль играете и... И Света Грунина играет Аню Скуук, главную женскую роль. Она номинирована за «Золотую маску», как раз, как за главную женскую роль. А я не номинирован. Понял вас. Я... Девчонка везет. Я наслаждаюсь. Ну, знаете, Света полностью заслуженно номинирована, потому что она проделала большую работу, и она тоже очень человечески к этому подключилась, и она отдает все, мне кажется. Как, в принципе, так и говорит, знаете, в спектакле. Когда она играет, она находится за гранью. Ну, то есть, это вот все про нас, вот, спектакль. А что хотелось бы еще сделать в театре? Может быть, есть какие-то планы творческие? Банальный вопрос, конечно, говорить о планах. Ну, а я и не могу строить планы. Потому что режиссер за вас решает, да? Есть, у нас же есть определенная же иерархия в театре. Ну да, безусловно. Есть главный режиссер, есть режиссеры, которые приезжают. Да, окей. Ты можешь понравиться, не понравиться, в общем. А свои собственные, может быть, какие-то внутренние, знаете, как часто говорили, самостоятельная работа. Может быть, антрприза и еще что-нибудь в этом плане. Сейчас же очень много возможностей для антрприза. Я был для антрприза, не мое. Понял. Ну, это же, в основном туда идут для заработка. В основном. Как-то, ну, деньги – это хорошо. Ну, никто не поспорит. Но не главное. Но не главное, да? Ну, почему? Это очень важный, конечно, весь аспект. Вот, ну… Ну, современные артисты – это ведь и семья тоже, да? У вас есть семья, да? Семья, как у всех есть. Ну, понятно. То есть, есть родители, родственники. Ну, да. Всех надо поддерживать ведь. Да. Ну, они все не здесь, я же не новосибирский человек. А что вы окончили? Я окончил Красноярскую государственную академию музыки и театра на курсе Александра Петровича и Стратькова. Он ведущий артист Красноярского театра Пушкина. И в этом году, кстати, он тоже номинирован на «Золотую маску» за лучшую мужскую роль. Слушайте, в этом году Новосибирск становится столицей, межрегиональной столицей, посвященной театру, года театра. В этом году, в мае месяце, буквально через несколько дней, колоссальнейший форум театральный. Сюда приедет большое количество артистов. В том числе и на вашу площадку. И, конечно, мы с большим удовольствием от лица нашей программы «Дом культуры» на 49-м канале поздравляем вас, Константин, ваших коллег по театру. Желаем счастья, радости. Костя, еще раз поздравляю вас с первым телевизионным интервью в «Доме культуры» на 49-м канале. Ура! Ну что, с праздником, с форумом театра. Спасибо большое. Приходите к нам еще в студию, будем рад вас видеть. Завите. С новыми постановками. С новыми, обязательно. Это был Константин Симонов. А мы приглашаем всех в студию художника Владимира Авдеева. Не просто художника, сценографа. Ну, театрального человека. «Дом культуры» на 49-м в гостях у Владимира Авдеева. Все посвящено году театра. Смотрите. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «Дом культуры» на 49-м канале. И сегодня очень необычно. Наш визит профессиональному художнику, сценографу, у нас же год театра в России, пришли в гости. Это Владимир Авдеев. Но не просто в гости к художнику, а в «Святая святых», в мастерскую, в студию, как говорят художники, на улице Советской. Здесь, знаете, такой маленький улей или как муравьи, когда они все вместе. Но у каждого есть своя ячейка, своя студия. Итак, Владимир Авдеев, мы сегодня говорим о театре. И знаем тебя и представляем тебя как сценографа, театрального художника. Сценография появилась немножко позже. Это в плане театральной терминологии. Вот здесь представлено два эскиза и один макет театральный. Об истории того, что здесь представлено. Пожалуйста, что за эскизы, к какому спектаклю относятся, и какое понятие эскиза и театрального макета, какая разница для нас, зрителей? Вот этот эскиз, он для меня чем дорог? Это был наш спектакль с Димой Масленниковым, которого ты очень хорошо знаешь, помнишь. Тогда уже это стал театром «Глобусы», 95-й год. Спектакль «Вторая смерть» Жанны Дарк. Вот эти эскизы, надо заметить, я писал уже для выставок. Сейчас уже этот жанр театрального эскиза отходит, он практически не существует. На выставках его увидишь редко. А я стараюсь его поддерживать, и каждый новый какой-то спектакль, пишу к нему выставочный эскиз. А выставочный эскиз от эскиза, который представляется художественному совету, режиссеру, он отличается какими-то большими красками, зрелищностью какой-то, проработкой какой-то живописной? Вот на худсовет, вообще режиссеру, эскиз я никогда не представляю. Я представляю макет декораций. Потому что макет декораций – это самая убедительная форма будущего спектакля. Эскиз не передаст ни ощущений, ни объема. А еще мы же с тобой прекрасно знаем, что режиссеры любят пальцами ходить по макету, шариться, заглядывать в него. Вот художник дает режиссеру такую возможность поиграть, чтобы режиссер сам себя почувствовал актером, походил, представил, как оттуда тот или иной герой будет выходить. Понятно. Ну, глядя вот на этот планшет, на котором находятся два эскиза и один макет, я еще хочу нашим зрителям сообщить о том, что эскиз – это плоскостное изображение, это некий образ театральный, да? А макет – это тот же самый образ, но можно увидеть и человечка, и смену декораций увидеть, полистать, покрутить этот макет, так, чтобы воображение было еще более активным, включенным в процесс восприятия. Владимир, что происходит после того, как тебя приглашают в качестве художника театра, сценографа и предлагают материал, в основе которой пьеса, ну и, наверное, концепция режиссерская, а дальше твои шаги, степ-бай-степ, вот ты как художник, с чего начинаешь? Главное – это читаешь пьесу с карандашом. То есть одно дело, когда ты просто как читатель читаешь пьесу, это одно. А пьесу, которую ты взял в работу, это уже другое. Ты берешь карандашик и какие-то вещи, которые тебе покажутся важными, ты их фиксируешь. Потом вот из того списка, который ты сам себе составил, ты начинаешь придумывать какую-то конструкцию. Я прежде всего придумываю конструкцию. Как правило, стараюсь делать несколько вариантов. И начинается самое интересное – общение с режиссером, который тебе рассказывал полдня, что он хочет увидеть, и ты ему показываешь. И в голове режиссера начинается совмещение того, что он рассказывал, с тем, что он видит. И вот тут начинается поиск уже окончательного варианта. Ты рисуешь еще один эскиз и уже начинаешь убеждать какими-то объемными вещами. Клеишь маленькие прирезочки, какие-то детальки. Говоришь, вот это вот здесь вот то будет, вот это вот так. И тут идет уже процесс. Я вообще говорю, театр и искусство разговорные, поэтому надо договариваться. И прежде всего успех спектакля зависит от того, как художник и режиссер договорятся, как они найдут общий язык, как они определят границы общие. Вот это вот мы делаем, этого мы не делаем. А потом начинается черновая работа, берется картон, режется ножом, берется клей. И клеится вот подобная конструкция, расписывается. И уже после этого показывается уже режиссеру с ним последние такие этапы обговора, что вдруг вот что-то там не так бывает, что режиссер не устраивает цвет, потому что он представлял себе это так. А потом уже выносится на суд благородной публики. А вот это уже не декорация, это макет в центре на этом планшете. Во-первых, что за спектакль? Это мой предпоследний спектакль. Совершенно свежие декорации, да? Мы, кстати, до встречи с тобой сейчас видели, как ты только распаковывал, только-только... Это спектакль Иркутского музыкального театра «Собака на сене». Режиссер Ирина Мякишева, замечательный режиссер. Мы с ней очень, как мне кажется, душевно поработали. Она тоже пошла на какие-то предложения, которые меня так подстегнули. И можно поподробнее, Володь, рассказать, что за декорация представлена? Спектакль, понятно, тематика, музыкальный спектакль, жанры, понятно. 17 век – это понятно. Испания, да. Но кроме Испании, там же в пьесе, как в любой пьесе эпохи Возрождения, куча мест действия. И вот в этом испанском пространстве нужно было еще найти какие-то вещи, которые бы меняли места действия. И поэтому у нас вот здесь вот открывались двери, выезжала здесь фурка, поворачивалась вот так вот эта фасадная башня. Совершенно меняется по-другому, да? Уже другой, видимо, дом. Потом это уезжало сюда, выезжала вот так вот лестница, уходила сюда туда. А поворотного круга в театре, вероятно, нету, да? То есть там вот в зеркале сцени стоят сразу стационарные эти декорации, поэтому ты должен был изобрести так называемые симультанные декорации, которые разворачивались различными торцами, боками и так далее, да? Симультанные – это это, которые находятся в разных частях. А мне была нужна такая вот, как мы в свое время с Тимуром Давидовичем Дедишвили, главным художником. Того самого Тюза. Тюза. Тюза, мы с ним договорились, что он попытался найти термин, что, говорит, нужна вот такая. Вот и мы это назвали игрушкой. Он говорит, вот, игрушка. Но нужна игрушка, которая бы раскладывалась, складывалась и все. В общем, раскладушка – игрушка, и вы в нее играете. Вот я говорю, что игра продолжается. Жизнь театра, а люди в нем актеры, как сказал Шекспир. Все продолжается. Ну что, очень забавно. То есть вы поиграли с режиссером, цеха подготовили, а потом на сцену выходит артист. И когда ты считаешь, что тобой сделано все. Вот когда ты как художник, сценограф понимаешь, ну все, можно бутылку шампанского бить об борт корабля, условно, образно, да? И твоя работа окончила. Вот ты знаешь, это очень такой неуловимый момент, но он всегда забавный. Потому что ты вот сидишь в зале и вдруг понимаешь, что вот то, что ты видишь на сцене, тебе уже не принадлежит. Это уже чужое. Это уже живет своей жизнью. То есть ты уже не сможешь исправить, подправить, изменить. Все. Оно ушло в плавание. И ты уже к этому не к этому. На душе определенное состояние законченности действий, как немцы говорят, гештальт такой внутренний, да? И, наверное, какое-то легкое сожаление, что делал, делал, и вот уже больше делать нечего. Ну да, потому что, а вообще, я вот, опять же, в театре живу с самого детства, и мне всегда нравился в театре процесс. И вот когда процесс заканчивается, мне всегда было жалко. Ну вот, вот закончился процесс, все. Поэтому... Заниматься дальше. Да, поэтому Эфрос, как режиссер, и написал книгу под названием «Репетиция, любовь моя». Не спектакль, а репетиция, то есть процесс делания. Да. А у меня вот процесс изготовления, монтировки. Я монтировки очень люблю. Бывает такое же, там, с нюансами, тонкостями. Ну, слава богу, у меня ничего не падало, не рушилось. Но какие-то нюансы на монтировках вдруг всегда возникают, потому что случается такое, что декорации делают в разных местах. И когда две каких-то детали привозят, и ты понимаешь, что они дружка к дружке мало отношений имеют. Хорошо. Володя, ну вот кроме того, что ты являешься сценографом, ведущим, художником театра, у тебя есть и самостоятельные объекты художественные. И они во многом являются не плоскостными. То есть есть работы объемные, связанные с музыкой, музыкальными инструментами, скрипками, гитарой. Вот одна из таких работ. В центре находится саксофон. Как называется эта работа? Чему посвящена? Почему она возникла? Значит, предыстория. Эта работа, одна из первых, получила собственное название. Потому что вся вот эта серия у меня называлась «Соло на погибшем инструменте». И я не задумывался о том, чтобы называть каждую работу. Как-то отдельно, да. Отдельно, да. А тут, благодаря вот таким же любознательным людям, как ты, одни начали спрашивать, а эта работа как называется? Я думаю, так, надо что-то придумывать. И вдруг, когда мне друзья принесли разбитый саксофон, и говорят, вот, играй. И я так думаю, так, а на саксофоне же что играют? Свинк? Вот. И в процессе того, как я удалил от саксофона поломанные части, и начал вокруг него фантазировать, вот эта работа обрела название «Свинк». Вот. Поэтому вот она так называется. Это первая работа, которая была названа. Которая имеет собственное название. Она живет своей жизнью. Свинк. И все-таки, что за образ складывается в центре саксофон, детали, ощущение, что звучит музыка, глядя на эту работу? Вот у тебя нет ощущения? Или, может быть, ты мне как раз про это расскажешь? У меня есть ощущения, потому что, ну, у меня зазвучала музыка в жизни благодаря двум инструментам. Это гитара и скрипка. Гитара – это борец за свободу, а скрипка – это борец за гармонию. И поэтому у меня, как правило, исходным материалом является гитара, а к ней уже добавляются какие-то элементы нашей жизни. Но здесь, несмотря на то, что гитара лежит в основе всего, все-таки самой активной частью стал саксофон. Потому что он меня… Понимаешь, когда на саксофон смотришь издали, это одно, когда он у тебя в руках, ты начинаешь испытывать такой трепет легкий, что вот такой инструмент. А тем более, когда ты понимаешь, как он сделан, это вообще фантастическое что-то. По-моему, любой космический корабль сделан проще, чем любой музыкальный инструмент. – Потрясающе! Володя Авдеев так великолепно представил свою работу «Свинг», говоря о саксофоне. А сейчас, уважаемые друзья, мы переносимся в студию «Дома культуры» на 49-м канале, где нас уже ждет заслуженный артист России, художественный руководитель новосибирского джазового оркестра. Он называется «Биг Бенд», то есть «Большой оркестр» Владимир Толкачев. И мы продолжим тему джаза и, конечно, будем говорить о саксофоне. Не переключайтесь! Сегодня в нашей студии особый гость – заслуженный артист России, художественный руководитель новосибирского биг-бенда. Владимир Николаевич Толкачев. Владимир Николаевич, биг – это большой? – Да, видимо. – А бенд – это, видимо… – Банда. – Банда. То есть большая банда, да? Но в данном случае мы говорим о джазе. И ближайшее событие, которое буквально будет послезавтра – это новый формат, но не первый раз уже, наверное, да? Танцевать разрешается. Что это такое? Ну, это действительно программа, которую мы играем, ну, достаточно часто в последнее время. Она пользуется большим спросом у нашей публики. Ну, это такой формат, вот, где люди могут джазовую музыку слушать, а также и танцевать под нее. Ну, и вот мы получаем много писем для того, чтобы… с тем, чтобы эта программа у нас повторялась чаще и чаще. Но мы, тем не менее, все равно к этому возвращаемся, ну, потому что, да, действительно, публике нравится. Может быть, конечно, и потому, что вот те далекие времена 20-х, 30-х годов, где только вот эта вот индустрия танцевальная начинала развиваться, это же тоже неспроста. Ну, и в эстетике же все происходит так, повторяется, что-то забывается, потом через некоторое время к этому возвращаются. Ну, вот так же, может быть, и с этим что-то такое. На площадке филармонии второго этажа, там, где достаточно большое фойе, да, в зале иммуникация, проходит такой танцевальный марафон, да, под живую музыку джаза вашего оркеста. Там стоят стулья, где публика сидит, если она не танцует, и только слушает, ну, есть пространство, где можно танцевать, ну, вот таким вот образом. Владимир Николаевич, это ближайшее событие, которое будет 30 апреля, в зале имени Каца, а среднесрочная, знаете, как говорят экономисты или политики, перспектива. У вас открывается большой международный джазовый фестиваль 21 мая, буквально после форума, посвященного Году театра, состоится большой фестиваль, по-моему, около 10 дней, да? Да, да, действительно. Пожалуйста, об этом расскажите нашей аудитории. Да, действительно, это большой фестиваль. Не знаю, хорошо это или плохо пока. Ну, судя по тому, что из задуманного удалось и удается реализовать процентов пока 60. Это с точки зрения приглашения, да, гостей? Да, 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 с точки зрения участников. Но, тем не менее, все-таки в этом фестивале, в большом, мы решили уделить особое внимание, во-первых, новосибирскому джазу. Сибирскому джазу. Не только новосибирскому. С точки зрения композиторов, да, вероятно? Или музыкантов? С точки зрения участников, музыкантов, да. И у нас набрался целый концерт, где мы пригласили, ну, 4 коллектива. 4-5 коллективов будет, которые сугубо сибирские. В рамках этого фестивального марафона. Да, да, да. Это будет один день посвященный им. Второй день будет посвящен детям, джаз детям. Ну, мы тоже решили, так сказать, приобщать вот эту аудиторию к этой музыке. Да, будут играться какие-то легкие пьесы детские с элементом импровизации. Ну, то есть весь джазовый антураж будет представлен, ну, так, малолетним. И, естественно, аудитория в данном случае детская будет в формате вашего концерта. А что еще? Какие гости? Может быть, имена уже есть какие-то? Понятно, что есть еще время для подготовки. Фестиваль открывается нашим концертом с одним из выдающихся современных исполнителей. Кен Пепловский. Ну, это современный Бенни Гудман, с которым он, кстати, играл. И играл вместо него в ансамблях того времени. Это современный такой, ну, выдающийся кларантист современный. Вот. Это американец. Мы с ним играем. 21 числа. В этот же день будет... Вот тут небольшие изменения. Я планировал, что будет Збигнев-Номысловский. Это легендарный саксофорист. Это польский. Польский, да. Который очень немало сделал для джазовой музыки. И в последний момент выяснилось, что он по состоянию здоровья приехать не может. Но он бы очень хотел, чтобы мы пригласили его сына, который на сегодняшний день является тромбонистом номер один Польши. И вот будет он. Ну, то есть, тоже неплохо. География достаточно разнообразная в рамках 10-дневного фестиваля. Да. Следующий день будет Леонид Чижик. Тоже легендарный пианист наш. И Диксилент. Наш Диксилент. Сибирский. Сергей Гришанович. Да, да, да. С солистом. Вот. Третий день будет концерт Чикасина и Карины Кожевниковой. Того самого Чикасина. Да, да, да. То есть, тоже... Да, он еще функционирует вполне. Боевой парень. Но будет здесь представлен сугубо в музыкальном качестве. Без всяких шоу. Не как организатор. Да. Без всякой пантомимы. А только сугубо с музыкальной стороны. Солирующий. Да, да, да. Вместе с Пятерсом Генюшесом. Это отцом лауреата конкурса Чайковского. Да. Современного. Но очень интересная палитра. Очень интересная палитра. Скажите, пожалуйста, Владимир Николаевич, сложно создавать вот этот пазл фестивальный? На это уходит достаточное количество времени? Узнаете, это совершенно не сложно. Тут достаточно, так сказать, иметь, ну, знание трех-четырех топовых имен и все, и предложить их. Давайте пригласим там. Я не знаю. А как часто проходят фестивали подобного рода в Новосибирске? Ну, они одно время проводились регулярно. Ну, вот в последнее время какой-то наметился перерыв небольшой. И вот мы в этом году решили это все возобновить. Отлично. Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, а вообще какова тенденция в музыке сегодня? Может быть, в джазовой музыке? Сегодня может быть очень много легких ветерков, знаете, поверхностных, скажем так, тенденций, знаете, когда вот эта пена музыкальная создает некий драйв в социальных сетях. Сегодня, может быть, и профессиональное искусство выдается за... или наоборот, непрофессиональное. Вот что вы думаете по этому поводу? Ну, я уже давно, я время от времени пишу какие-то... Статьи. Такие злободневные, да, на злободневные темы статьи. И уже давно я, так сказать, констатирую вот эту тенденцию засилия посредственностей везде. Вот то, что в 50-х годах еще предрекал гениальный философ Хосе Артега и Гассет, вот мы сейчас находимся как раз в этом времени. В засилии вот этой посредственности, пошлости. И это пронизывает все сферы искусства. Достаточно коснуться театра, и мы увидим, что там происходит. Эксперименты сплошные. Это полная деградация, деградация вот этой вот ветви культуры. И это, конечно, ужасно. А чем это связано, как вы думаете? Вот с этим и связано, с, так сказать... Да, конечно, 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 игра вот на этих самых, на таких низменных чувствах вот этой толпы, так сказать, потворствуя этим вкусом. Вот создаются вот такие вот представления, театральные представления, в которых изменяется классика, там, модернизируется, осовременивается. Ну, в общем, жуткая ситуация. Владимир Николаевич, вашему коллективу в следующем году исполняется 35 лет, вашему оркестру, биг-бенду. И, наверное, за этот период определенная школа, по-другому и не скажешь, вы наставник, как руководитель, потому что первый ваш выпуск, основа – это студенты консерватории. Видимо, и сегодня это артисты, музыканты с высшим образованием. Как вы формируете, как подбираете, когда есть вот естественная ротация движения вашего коллектива? Да, это очень хороший вопрос. Дело в том, что я никак не подбираю. Я беру то, что ко мне приходит, то, что мне достается, и благодаря тому, что я пользуюсь уникальной методикой, совершенно, это моя личная, так сказать, я вот готовлю людей, ну, практически независимо от уровня класса, изначального уровня класса, делаю людей, способных выполнять достаточно сложные задачи, на которые мы всегда ориентировались. То есть мой оркестр – это воплощение от всего лучшего, что создано джазовой музыкой в этом направлении. Ну, стало быть, это не самое простое. Про ваш оркестр говорят и пишут в прессе о том, что это один из лучших российских джазовых оркестров, имея в виду, конечно, состав музыкантов, ансамбль, которым вы руководите, потому что музыка – это здесь и сейчас. Ну, может быть, но я думаю, не в этом он один из лучших, а он один из лучших в нашем способе понимания этого искусства, чего лишены в некоторой степени и столичные коллективы, столичные оркестры. Вот это, прежде всего, я имею в виду. А исполнительские силы, конечно, выше там и лучше там. Ну, понятно, что сегментируется, значит, скажем, периферия, провинциальность и центр, безусловно, и условия, возможности, гастроли. Вот, кстати, о гастролях. Где удалось побывать за последние пять лет, если подводить итог будущего 35-летия? Что с 30-го по 35-й год? Какие гастроли были у вашего коллектива? За последние пять лет было два гастрольных тура по Корее, по Южной Корее. Первый был организован блестяще совершенно. Мы выступали в лучшем зале Сеула, там, две с половиной тысячи мест. Был практически полный зал, и прием был такой, ну, даже я вам не могу, наверное, описать, как это было, но это все равно, как если вы приехали Эллингтон и Бейзи вместе. Вот такой был прием. То есть три биса, которые мы играем, не хватало для того, чтобы удовлетворить, так сказать, вот потребность. Интерес аудитории. Да, да. Вот такой достаточно странный момент, потому что джазовой жизни как таковой в стране нет. То есть она в этом смысле несколько ограничена все-таки по восприятию, да? А что вы отмечаете в качестве тенденции вот все-таки в нашем российском музыкальном пространстве? К джазу большее количество сегодня слушателей, зрителей приходит, или все-таки отток существует? Я не думаю, что больше. Я думаю, что поскольку джаз, так сказать, он апеллирует к определенному набору чувственности человеческой, то это всегда будет некий обособленный такой конгломерат. Вот. Поэтому, конечно, его нельзя назвать полностью популярным искусством, и он нельзя назвать полностью... Элитарным. Да, да. Это какой-то симбиоз, потому что там есть все, что есть в популярном искусстве. Вот эта вот чувственная сторона, которая там культивируется просто от и до, и больше ничего нет. И есть интеллектуальная сторона, которой лишено популярное искусство. Ваш оркестр и ваша музыка как руководителя, музыка, которую вы играете, она близка к универсальному стилю. То есть вы играете много стилей, много жанров джаза. И с чем это связано? С желанием показать аудитории разные возможности, в том числе и оркестры? Или это действительно вот ваша миссия внутренняя? С чем это связано? Это связано, видимо, с тем, что изначально оркестр возник как инструктивный организм. То есть среди студентов консерватории, чтобы научить их играть джаз. Ну вот поскольку нужно было учить и этому, и другому, и всему практически, что... Всему, чему научили, то, в общем-то, что называется, и в произвольном. Да, с тех пор это так и идет. И оркестр, собственно, сейчас является одним из, уж не знаю, в Европе есть ли подобного рода оркестры, и в Америке, не знаю. То есть одним из, так сказать, показателей репертуарных коллективов. Скажите, а сколько поколений сегодня сменилось музыкантов, если вот можно просчитать? Ну, это трудно сказать, ведь они же не меняются, так сказать, сельскопом. Ну да, да, да. Они, да, постепенно происходят, трудно сказать. Ну, вот возникла идея на юбилей, который будет в следующем году, да, собрать музыкантов, которые играли когда-то, и которые, они есть в Новосибирске, они где-то работают, что-то делают, но вот и несколько пьес сыграть вот таким вот составом. Владимир Николаевич, я знаю, что вы даже в своем концертном процессе в том числе и поете, не только играете на музыкальном инструменте, но еще и поете. Это, наверное, тоже эмоциональный всплеск какой-то, да? Нет, 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 это вынужденная мера, абсолютно. Понятно. Если бы был человек, который, ну, делал бы это, ну, хотя бы на моем уровне, так сказать, тут, господи, ну, он бы и делал это. Я понял. Но я таких людей не вижу, приходится делать самому. Самому. Конечно, это, ну, что там, это никакой я не певец, но все равно какую-то часть вот этих эмоций, которые заключены в этой музыке, мне кажется, я все-таки могу передавать. Спасибо. У нас в гостях Владимир Николаевич Толкачев. Спасибо большое, уважаемые зрители. Поздравляем всех с наступающей весной. Да, не забудьте праздник. Да. Про праздник. Да. Для садоводов и огородов. Да, да, да. Дачный сезон. Мир, труд, май. И, конечно, приходите на концерт Брик-бенда под руковлением Владимира Толкачева. Танцевать разрешается. До встречи на 49-м в Доме культуры. Субтитры создавал DimaTorzok